5 апреля состоялись 10 заездов. Обошлось без неожиданностей. Фавориты побеждали с завидным постоянством. В игре 6 побед получился самый низкий коэффициент за все время – 42. В первом заезде выиграл Георгий Макаревич на московском Криоле. Победа была безоговорочной. Александр Родионов на пластике. Попытался был и бороться, но, похоже, уже в середине дистанции понял, что второе место на сегодняшний день для пластики – это предел. Во втором заезде Владимир Кубков в очередной раз подтвердил, что садится в качалку только для того, чтобы победить. Его кубок выиграл с места до места. Константин Пучков на Звенигороде принял в хвосте, но потом разогнал жеребца и на финише почти поравнялся с лидером. Далее пришел черед выигрывать Анатолию Сергеевичу Козлову на Камертоне. Серьезных соперников у ветерана не нашлось. Камертон финишировал первым. Четвертый заезд был, пожалуй, самым непредсказуемым. Хаворитом игралась «Моя память» Виктор Бурулев. По дистанции с ней боролся доступ Лев Киселев, но в конце он сдулся, и «Моя память» финишировала в гордом одиночестве. В пятом заезде «Гламур» Елена Чифранова заметно выделялся по записке. Он и повел бег. «Ливерпуль-Лок» на этот раз смог обойтись без сбоев и долгое время не отставал от лидера, но сил у него хватило только для того, чтобы занять второе место. Орловцы четырех лет бежали в шестом заезде. Фаворитом выглядел президент Алексей Гаськов, недавно привезенный из Киева и уже одержавший запоминающийся победу на московской дорожке. На этот раз можно сказать, что президент просто прогулялся. Заезд проходил кучно. Впереди рядом с президентом держалась ижица. На финише украинец оторвался от соперников и победил. Кайф – Раиль Гадрошидов. Вновь показал хороший финишный бросок, благодаря которому вышел на второе место. Ижица – третье. В седьмом заезде американец Кингтут, полагаю, даже не подозревал, что те четыре лошади, которые выстроились рядом с ним за старт-машиной, называются его соперниками. Итак, вторая победа за день Владимира Пупко. Далее зрители увидели очередной французский приз. Его участники прошли большую часть дистанции фальшпейсом, а на финишной прямой Ихнатон Дюлила ускорился и закончил дистанцию первым – 2 минуты 15,9 секунды. Еще один именной приз в коллекции Владимира Матвеева. Девятый заезд вновь выиграл очевидный фаворит. На этот раз в этой роли выступала Десна Анатолий Якубов. Далее зрители увидели довольно интересное противостояние Илнура Хурамшина на Аризоне и Сергея Гаврилова на Лампаде. Аризона оказалась сильнее. Отмечу третье место серого Парнаса Лок, который еще недавно выглядел безнадежным. На этом основная беговая программа была окончена. Но желающие смогли посмотреть еще пару квалификационных заездов. Скажу прямо, что заезд 10А стал самым интересным заездом дня. В нем встретились американцы From the Wild Лариса Танишина и Better Than Checkers Михаил Козлов. Танишинский жеребец в этом году уже пару раз выходил на московскую дорожку. А вот Better Than Checkers появился в Москве впервые после полуторагодичных гастролей по европейским подробам. На сегодняшний день From the Wild смотрелся лучше. Он на пол конкуса опередил соперника. Резвость вполне себе приличная. 2 минуты 2,4 секунды.